Для чего же нужен людям этот психологический портрет по архетипам Картаро? Во-первых, для того, чтобы понять, в правильном вы направлении по жизни идёте или вы как-то тормозите свою жизнь, потому что все мы с вами составимся, все мы доживём до преклонных лет. А какая это будет старость у нас? Какая будет зрелость? Она может быть очень активной, очень интересной. Вы не будете замечать своих болячек. Или в противном случае вы будете перебираться из аптеки в поликлинику и обратно. И только будете говорить о своих хворях и ни о чём больше. Психологический портрет вам покажет те пути, те дороги, идя по которым вы сделаете свою жизнь более насыщенной, более интересной, более увлекательной. Вот знаете, есть такое выражение «вкус жизни». Вот с той информацией, которую вы получите на консультациях по своему психологическому портрету, вы как раз и обретёте этот вкус жизни. Здесь, во-первых, можно и определить какие-то ваши задержки, ошибки, возможно, не совсем те решения, которые вы должны были принять по своей судьбе. И ещё есть время это всё исправить. И смотрите, вот... Возможно, возможно, Анечка. Понимаете как? Мы вот растём под опекой родителей. В детстве всё за нас решают взрослые. И даже когда подходит время выбрать, в каком учебном заведении учиться, какую профессию выбрать, конечно, нам родители советуют с позиции своих прожитых лет, своего накопленного опыта. Какая профессия выгодная, какая невыгодная. В своё время советское очень популярна была профессия повар, только по одной простой причине, что ты никогда не будешь голодный. Это вот в пору дефицита. Сейчас, конечно, все начинают выбирать профессии более престижные, более высокооплачиваемые. Но это не факт, когда люди заканчивают высшие учебные заведения, приходят по распределению или по знакомству, или просто устраиваются на работу по специальности. Не факт, что она их начинает устраивать. По психологическому портрету мы можем определить, в какой области вы наиболее себя реализуете, какую профессию вам лучше выбрать. И, соответственно, ваша жизнь будет более благополучной и успешной. Вот вся схема портрета здесь расписана на данном слайде в три области. Основной портрет, теневой и кармический. Сегодня мы с вами поговорим об основном портрете, который расскажет нам о наших склонностях, наших талантах, о нашем даре, которым наградил нас создатель. И, конечно, о той миссии, которую он на нас выложил. Так как мы с вами знаем, что такое карты Таро, психологический портрет и парикмахер в том числе. Психологический портрет в основном строится на основе старших арканов Таро. Их 22. Соответственно, в психологическом портрете у них есть свои определенные значения. Ну, допустим, я просто для примера вам сейчас приведу. Ну, допустим, аркан маг. Он олицетворяет собой подростка, коммуникации и слово. И я вам в последствии объясню, как, допустим, аркан маг может прочитываться в психологическом портрете и что он вам будет говорить. Или, допустим, аркан влюбленный олицетворяет собой выбор, любовь с большой буквой и предпринимательские способности. И предпринимательские способности. Или, допустим, следующие арканы. Аркан дьявол. Все всегда боятся аркана смерть и аркана дьявола. Ничего страшного в них нет. Аркан дьявол говорит о том, что у человека очень много энергии. Вы наверняка иногда замечали, что рядом с вами находятся такие люди, как батарейки на джайзер. Они никогда не устают. Они всегда в движении, всегда в какой-то мысли. Все время о чем-то думают, куда-то спешат, что-то делают. Наверняка люди, рожденные 15 числа. И, конечно, у таких людей есть и интуиция, и даже, может быть, талант целителя. Или, допустим, аркан суд, 20-й аркан, говорит о том, что на человека возлагаются, во-первых, семейные обязанности. Не просто его семье, а семьи его рода. Человек всегда придерживается определенной системы, где бы он ни работал, где он ни учился, для него всегда важна иерархическая система. И, конечно же, соблюдение традиций. Поэтому, когда мы разбираем дату рождения, чтобы составить психологический портрет, нам нужна только дата рождения человека. День его рождения, месяц его рождения и год. Даже по этим вот цифрам уже можно сказать, какая жизнь может быть прожита этим человеком. Какие у него способности, какие уроки, как к нему относились родители, то есть какую роль родители играли в его жизни. И, конечно же, здесь можно еще сказать даже, как родители между собой относились друг к другу. Какая у человека может быть зрелая жизнь. Добьется он определенных высот, не добьется. И в том числе, какая у него будет зрелость. То есть, когда он уже уйдет, допустим, на пенсию и будет уже предоставлен сам себе. Так, у меня тут вопросы. Так, дар по картам можно увидеть. В психологическом портрете есть целая позиция. Расчет, который говорит о том, какой дар вам дан свыше. Знание карт нужно. Да, знание карт нужно. Но этим уже занимаются профессиональные консультанты по психологическому портрету. Здесь, в данной лекции, во-первых, я вам хочу рассказать об этой методике и пригласить вас на консультации. Ссылки нам Ирина кинет немножечко попозже. И вы все это посмотрите. Консультация длится порядка полутора-двух часов. И мы полностью разбираем основной портрет по вашей дате рождения. По этой дате рождения я вам, во-первых, расскажу, с какими основными способностями и навыками, во-первых, вы пришли в этот мир. И что вам конкретно дал создатель сверху. А сейчас, пока мы вернемся к дате рождения. И вот смотрите, вот эту дату рождения, 15 июля 1983 года, мы просто переводим к карте Таро. 15 день рождения мы ассоциируем с архетипом дьявола 15-го аркана. Июль месяц мы ассоциируем с архетипом 7-го аркана колесницы. А год рождения, все цифры года рождения складываются вместе. 1 плюс 9 плюс 8 плюс 3. Получается 21. И мы ассоциируем его с архетипом карты 21-го аркана «Мир». И по значениям, по интерпретации этих арканов мы можем уже рассказать о человеке. Как он может прожить свою жизнь, какие способности он может притворить в свою жизнь, чего он может добиться, до чего может дослужиться и дожить. Если, конечно, он все эти характеристики, все свои способности будет проживать в положительном значении. Понимаете, когда у человека, во-первых, перед ним стоит определенный выбор, определенное решение, даже Надежда в одной из лекций говорила, что у человека при решении какого-либо вопроса может быть до 50 решений, а выберет он только одно. С архетипами карты 2-й здесь чуть-чуть попроще, потому что, допустим, способности по аркану дьявола – интуицию, энергию, предвидение. Человек, который очень хорошо чувствует энергии, может просчитывать эмоции человека. Во-первых, он может употребить это как в пользу тебе, своему окружению, своей семье, так и во вред. Потому что мы сюда, на землю, приходим для того, чтобы действительно прожить свою жизнь, исправить какие-то предыдущие ошибки и выполнить свои задачи. А вот как мы будем выполнять эти задачи и будем ли мы исправлять прошлые ошибки – неизвестно. Или, вернее, нам дан выбор, что мы будем делать на этой земле и будем ли мы как-то этим озадачиваться. Поэтому психологический портрет, он и говорит человеку, в каком вам направлении нужно двигаться, для того, чтобы ваша жизнь была более благополучна, более успешна, чтобы по прошествии определенного времени, определенных каких-то достижений, вы действительно очень спокойно и так вот благодушно смотрели вперед. Вы знаете, у меня в свое время была коллега по работе, она всегда говорила, пусть лучше у меня болят ноги, чем голова, где мне взять деньги на завтрашний хлеб. Так вот, для того, чтобы у вас не было этой головной боли, вам как раз в помощь и дается методика психологического портрета. Потому что вопросы через портрет можно лишь решить разными. И профессиональные ориентации, вернее, реализации, извиняюсь, во-первых, в какой области вы будете наиболее успешны. Потому что в каждом аркане карта РОС, в каждом архетипе здесь заложены бездные информации. Эти арканы многогранны, их можно рассматривать вот с любой стороны, семейной, детской, со стороны профессиональной реализации, личных отношений, карьерного роста, вот любой области, в которой проживает человек и которая затрагивает человека. Вы можете задать любые вопросы по любой области вашей жизни. И в психологическом портрете можно найти на это ответы. И смотрите, мы сейчас я вам расскажу про то, что мы с вами можем изучить и что мы с вами можем увидеть в психологическом портрете. Ну, конечно, как я уже и говорила, это анализ индивидуальных склонностей и способностей человека. Понимаете, мы с вами приходим сюда все разными. И даже уже в детстве мы прекрасно можем замечать, даже в детском саду, кто-то хорошо поет, у кого-то красивые волосы. Кто-то уже с детства способен к изучению иностранных языков, кто-то, допустим, танцует очень хорошо. Я до сих пор помню, как у нас в детском саду приходили, набирали и в секцию плавания смотрели, какой там размах рук, какие ноги, насколько там ребенок стильный. Мы приходили из балетной секции нашего города, тоже смотрели, у кого какая гибкость, какая выворотность ног и так далее. Ну, допустим, вот в балетную студию у нас из всей детской группы отобрали только одну девочку. То есть, понимаете, у нас у всех разные способности. Мы, конечно, не всегда довольны этими способностями, потому что нам всегда кажется, что вот там Маша из нашей группы или из нашего класса так красиво поет, вот бы мне тоже так петь. А на самом деле у вас совершенно другие способности. У вас, наоборот, развита рукоделие. Вы и вяжете, и шиете, и вышиваете, и там, и кружева плетете, а Маша, которая поет, это не умеет, и у нее вообще это не получается. Поэтому психологический портрет, он поможет выявить ваши конкретные способности, чтобы вы уже, понимаете, когда человек занимается работой просто за деньги, не факт, что он эти деньги имеет, а когда он уже переходит к занятию по душе, вы знаете, очень часто так бывает, что вроде бы человек занимается тем, к чему лежит душа, и как-то незаметно уже и деньги начинают приходить, потому что занятие по душе сделает вас действительно профессионалами. Не просто работниками, знающими определенную специальность, а профессионалами дела, когда у вас работает фантазия, включаются творческие способности, то есть вы полностью поглощены своим занятием, которое вам по душе. И, соответственно, то, что вы делаете, у вас получается просто изумительно. Люди это видят, они это ловят, и уже им очень важно, допустим, заиметь в своем доме картины, которую вы пишете, или, допустим, прибегнуть к вашим каким-либо услугам по оформлению документов, или передать вам какую-либо работу по переводу, допустим, с иностранного языка, потому что у вас это очень хорошо получается. И, соответственно, приходят деньги, материальные составляющие. В то же время, в то же время, мы все люди, у нас всегда есть такие ограничивающие наши страхи, убеждения, комплексы, которые вот они внутри нас сидят, и они нам все время мешают. Какая-либо неуверенность, или незначай случайно брошенное слово. Да ладно, куда ты лезешь, вот ты в каждой бочке затычка, сиди и не высовывайся, сиди и помалкивай. И человек уже действительно начинает сидеть и не высовываться, и помалкивать, хотя в то же время он мысленно как бы отслеживает, ой, да это я тоже знаю, и вот это я умею, да и это бы я смог делать. Вот вылез бы этот человек, показал бы свои способности, и его совершенно уже по-другому бы воспринимали. И на работе, и дома, и среди дружеского окружения. И, соответственно, значимость его росла, потому что мы все хотим быть значимыми людьми, чтобы к нам обращались, к нами считались, нас уважали, и самое главное, чтобы мы уважали сами себя. Определение миссии человека в этой жизни и способы ее реализации. Да, по психологическому портрету можно определить вашу миссию. То есть зачем вам, вас туда, вашу душу привели на землю? Для того, чтобы выполнили определенные уроки, которые на вас наложены. Определение главного жизненного направления в развитии личности. Ну, здесь наверняка взрослые люди, все уже как-то думают и о своей личности, и о реализации этой личности. И вот это жизненное направление мы также смотрим по дате вашего рождения. То есть какие уроки вы должны выполнить, что вы конкретно хотите от жизни, то есть кем вы себя видите в этой жизни, и, конечно же, что хочет ваша душа. Определение предыдущей реинкарнации и анализ эффективных способов кармической отработки. По психологическому портрету, в частности в кармическом портрете, мы можем посмотреть ваше предыдущее, одно предыдущее воплощение. Посмотреть, кем вы были, каким вы были, мужчиной, женщиной, возможно, какую профессию вы имели, какие у вас там были проблемы, что вы нарушали, и что вы должны отработать в этом воплощении. То есть какие предыдущие долги перешли к вам в сегодняшнюю, в нынешнее воплощение, в сегодняшнюю жизнь. И, соответственно, во-первых, мы смотрим, как предыдущие проблемы могут влиять на нынешние воплощения, мешать, помогать, и что конкретно вы должны исправить. Также по психологическому портрету определяются партнерские отношения. То есть когда вы знакомитесь с человеком, вы не знаете, что от него ждать, что он собой представляет, стоит ли вообще на него рассчитывать, или даже стоит ли его вообще принимать всерьез. Анализ партнерских отношений мы также можем посмотреть по портрету. И в частности по совмещению вашего портрета с другим человеком. Партнерские отношения здесь имеются в виду не только любовные. Это могут быть отношения начальника и подчиненного, детско-радические отношения, партнерские отношения по бизнесу, допустим, по какой-либо работе, сотрудник к сотрудникам. Или, допустим, действительно это могут быть любовные партнерские отношения, мужа и жены. И вот здесь, кстати, в этом анализе можно посмотреть, что вам нужно исправить в ваших отношениях, для того, чтобы они стали более гармоничными. И последнее, что у меня здесь записано, это консультирование родителей по развитию врожденных навыков ребенка, рекомендации по реализации его талантов и способностей. Это очень важная часть психологического портрета. Во всяком случае, я ее выделяю в отдельную статью и считаю, что это вот самое главное в этой методике. Потому что наше внимание к нашим детям, это очень важно. Если вы в какой-то момент смахнулись от своего ребенка или как-то не нашли на него время, вы этим можете нанести очень глубокую травму. Это вот те комплексы и страхи, которые закладываются именно в детский период. Вот неважно, сколько вам сейчас лет, 20, 30, 40, 60, 70, неважно. Все ваши страхи и комплексы родом из детства и ниоткуда больше. Вы их не можете получить ни в 20, ни в 30, ни в 40 лет. Именно в детский период, до 7-12 лет, вы получаете все вот эти вот предубеждения, закомплексованность и какой-то внутренний страх, внутренняя неуверенность. Вот для того, чтобы, понимаете, с другой стороны, вы как родители, вы не роботы. Вы все равно можете как-то и случайно пренебрежительно себя повести или сказать что-то не совсем приятное ребенку. Но вот это консультирование, усмотрение психологического портрета ребенка и анализ, допустим, партнерских отношений ребенка с родителями позволяет, во-первых, предупредить родителей о том, как себя лучше вести. Не обязательно прям с утра до вечера проводить время с ребенком. Самое главное, чтобы было это внимание, было это участие. Какие навыки нужно развивать в ребенке. На этой неделе мы как раз и будем говорить о детском портрете, а сегодня мы вернемся все-таки к основному портрету. Так, какие у меня вопросы. Так, Люба, 11.0.22. Ну, у вас 11 аркан, это Сила. Первый аркан, это Мак. И 22 аркан на третьей позиции Шут. Люба, я вас поздравляю. Иметь Шута на третьей позиции, это, я бы сказала, необыкновенная удача. Необыкновенная. Такие люди почти не стареют. Так, всем добрый вечер. Так, за опоздание. Конечно, будет запись. Запись обязательно будет, вы не волнуйтесь. Все записывается. Вот у нас основной портрет. Хотя, вот, все это с первой по шестой позиции классически называют горшочком. Я как-то не очень люблю это слово. Для меня, как для технаря, это просто перевернутая трапеция. Поэтому с первой по шестой позиции у нас как раз и вот само ядро основного портрета. Основного портрета. И дальше идут не менее важные составляющие. Это седьмая, восьмая, двенадцатая позиции, тринадцатая и четырнадцатая. Так, Вера. Десятая, двенадцатая. А, 1961 год. Ну вот смотрите, Вера, у вас получается десятый аркан, двенадцатый аркан. И если 1961, то есть складываем все цифры, один плюс девять, плюс шесть, плюс один, получается семнадцатый аркан, звезда. Одиннадцатая. Так, вот по поводу того, что кто когда родился и кого как записали, я сейчас начну чуть попозже об этом говорить. Вот сейчас я начинаю уже технику разбора, как вообще составляется основной портрет. И в частности мы тут же поговорим и о датах. Нас не очень много сегодня, поэтому я отвечу на все вопросы. Все, что касается методики. Вот смотрите, как я вам и говорила, 15 июля 1983 года, это у нас пятнадцатый аркан, седьмой и двадцать первый. Это основные чистые энергии. Они не составные. Это то, с чем вообще наша душа пришла на эту землю. Это очень важные энергии. Они для вас, ну по сути дела, вся ваша жизнь. Почему? Потому что день вашего рождения, день вашего рождения определяет ваше детство. Месяц вашего рождения определяет вашу зрелую жизнь, то есть когда вы становитесь взрослым. И год вашего рождения определяет вашу зрелость, то есть уже старость. В классическом портрете у нас детство распространяется до 25 лет, средняя жизнь, когда мы становимся взрослыми, с 25 до 50, и третий период после 50 лет. Но понимаете, когда общаешься с клиентами, которые приходят по разбору своих портретов, иногда сталкиваешься с такими нюансами, когда вот сидит перед тобой 40-летний человек с высшим образованием, женатый, имеющий детей, уже имеющий даже какой-то статус у себя на работе, какую-то должность. Не просто там проектировщик или технический работник, а уже там бригадир или, допустим, начальник отдела или чуть ли не начальник технического отдела, главные инженеры. А поведение это все равно детство, подростковое. Они смотрят как подростки и разговаривают как подростки и мыслят как подростки. Вот вытащи их с работы, где они не сыпят своими профессиональными терминами, и они просто дети. Они так и не повзрослели, не зирая ни на возраст, ни на все составляющие их жизни. Психологический портрет, он как раз и обращает ваше внимание на себя. Правильно я это делаю или неправильно? Надо мне это или не надо? По судьбе мне это или не по судьбе? Поэтому, когда вы приходите на консультацию, мы и разбираем все аспекты вашей жизни. Так, по поводу того, что вы родились 11 мая, записали вас на 12-е. Ну, во-первых, действительно, когда вы родились? В ночь. Это, конечно, не нужно было делать. Вы должны были остаться 11-го числа, потому что любое число в психологическом портрете очень важное. Вот с одной стороны, 11-го числа, если вы родились, это аркан стила, говорит о том, что вы, человек, во-первых, должны были быть здоровым, почти не болеть в детстве, то есть с хорошим таким иммунитетом, и, соответственно, и человек сам по себе достаточно стильный, с хорошим таким стильным духом неизгибаемым. Человек, который очень рано становится самостоятельным и очень быстро хочет выйти из подопеки родителей. 12-е число, Елена, говорит уже о том, это аркан повешенный, 12-е число, 12-я цифра, аркан повешенный. Это говорит о том, что, во-первых, вы можете быть сильно болеющим ребенком и очень любящим, чтобы вас жалели. То есть эдакая роль жертвы. Потому что, если вы помните карты, аркан повешенный, это вполне живой человек, висит подвешенный за ногу. Он как будто уходит от решения каких-то проблем, от решения вопросов, и он только как бы позиционирует себя. Пожалейте меня, я вот такой несчастный, я вот такой вот слабенький, проявите ко мне именно вот ту жалость, на которую он все время давит. Понимаете, дата рождения, она все равно, вот записана в документе, она накладывает на вас свой отпечаток. В жизни ничего случайного не бывает. Поэтому здесь, конечно, на консультации нам бы лучше бы все это обговорить и отследить ваши события по жизни, как вы себя ведете, как вы общаетесь с окружающими. И вполне возможно, может быть, даже поставить вопрос о замене документа. Бывает и так, потому что бывает ставят не только другие числа, бывает ставят и другие месяцы, и года другие, особенно когда люди рождаются под Новый год. Так, Слава, 06, 09, 1967. Слава, вам что-то непонятно, у вас 6 аркан, 9 и 1967 вы складываете вместе. У вас получается, так, вот по поводу, когда у нас получаются цифры больше 22, я вам чуть попозже скажу. Но у вас на третьей позиции будет Мак, единица. Так, Марина, 29, 11, 75. То же самое. 11 аркан у вас останется на второй позиции, 22 на третий. По поводу 29 числа я сейчас скажу чуть-чуть позже. Или даже мы можем перескочить. Вот смотрите, по поводу того, что у вас получаются цифры больше, чем 22. У нас старших арканов в колоде 22. Любые цифры, которые у вас получаются больше 22, вы от этой цифры отнимаете 22 и получаете то, что у вас должно стоять в схеме. Допустим, 25 февраля, 25 число, 25 аркана старшего нету, мы отнимаем 22, получаем третий аркан императрица. Или, допустим, у Славы 1967 год. 1 плюс 9 плюс 6 плюс 7 получается 23. Минус 22, третья позиция, единица, аркан Мак. Так, выбор профессии. Слава, для выбора профессии приходите ко мне на консультацию, мы с вами разберем все это. У вас очень интересный, кстати, портрет может получиться. Наталья, 15, но седьмое, 57 год. Тоже, но у вас здесь нету больших цифр. У вас также дьявол, колесница и шурт, 22 аркан. Молодой человек родился с 9, 3, 82. Также 9 аркан, 9 аркан это отшельник, 3 аркан императрица. И 20 аркан суд. Кстати, ваш молодой человек очень будет повернут на семье, потому что 20 это, во-первых, семейные ценности. Для этого молодого человека семья очень много значит. Так, вернемся к нашей схеме. Сын тоже самое. Пятое, это жрец. Во-первых, очень будет обязательно отдать его в высшее учебное заведение. Для мальчика образование очень много значит. 12 аркан это повешенный будет. И 2007 год, 2 плюс 7, 9, это отшельник. По поводу сына, Татьяна, приглашаю на детский портрет. Во-первых, у нас на этой неделе, вернее, в конце недели будет детский портрет. Я, во-первых, приглашаю вас на вебинар. И если вас это очень заинтересует, милости просим на консультацию. Расскажу о вашем сыне стихами прям. Так, с первыми энергиями мы с вами разобрались. То есть это просто дата рождения, расчет. Следующий у нас идет. А вот дальше, а вот дальше у нас идут уже составные энергии. То, что мы с вами считаем. Первая, вторая, третья позиции как были, так и остались. А следующие позиции мы считаем. Четвертая позиция, она у нас обозначает наши страхи и комплексы. То есть единственная негативная позиция во всем основном психологическом портрете. Она у нас определяется как значение аркана первой и второй, сумма аркана первой и второй позиции. 15 плюс 7, получается 22 аркан. Пятая позиция, это наша персона. То есть мы тут показываем этой энергии, этого аркана показываем, кем мы хотим быть, кем мы хотим себя позиционировать в обществе, какими мы должны быть. Определяется пятая позиция, как сумма второй и третий. Шестая позиция, это наш потенциал, который в нас заложен с рождения. Наш потенциал. Вот, к сожалению, вот эти сорокалетние мужчины и женщины, которые до 40-50 лет так и остаются подростками, не всегда даже доходят до того, чтобы раскрыть в себе этот потенциал, не говоря уже о даре и миссии. Потому что мы очень много времени тратим для того, чтобы преодолеть свои эти комплексы, страхи. Бывает, проходит очень много времени. Знаете, в свое время была советская песня, и в ней были слова. Если бы молодость знала, если бы старость могла. Вот здесь это как ничто подходит к психологическому портрету, потому что, когда мы наконец-то разбираемся со своими комплексами, со своими проблемами, с какими-то убеждениями время-то проходит, и мы очухиваемся, когда мы уже взрослые, если не сказать пожилые, когда мы понимаем, что мы никому ничего не должны, что мы очень много знаем, что у нас очень много навыков, что мы могли бы и это сделать, и это сделать, и это сделать, а время-то уже ушло. И пока мы боролись со своими комплексами, жизнь, она проходит. Поэтому психологический портрет вам может заранее сказать, с какими с вами комплексами нужно работать сразу, чтобы жизнь была интереснее, насыщеннее. Даже, понимаете, в старости можно уйти по-разному. Можно в качестве бомжа под забором, или старушки, забытые в своей квартире. А можно уйти как на взлете, когда в старости люди и работают, и занимаются любимыми делами, и живут очень интересно, и собираются, и танцуют. Посмотрите в парках иногда пожилые люди, как танцуют, и не скажут, что им там за 70, за 80 лет отплястывают клещи молодых, и они каждую неделю ждут и этой субботы, чтобы прибежать в парк. Женщины приводят себя в порядок, мужчины галстуки к рубашкам одевают, бреются, причесываются, чтобы тоже презентабельно выглядеть. Для них это тонус, для них это заряд. А могли бы просто сидеть там с клюкой, смотреть очередной сериал, собирать копейки на дорогостоящие лекарства и проклинать вот эту жизнь. Поэтому как вы проживете, зависит только от вас. А психологический портрет вам может помочь и очень сильно помочь. Так, 15-й аркан комплекса, это что? Это человек неправильно использует свою энергию и неправильно ее распределяет. Так, следующая позиция, седьмая. Седьмая позиция, она уже выходит за область пропеции. Седьмая позиция, она определяется как сумма первой и пятой. Это наша миссия. Что мы должны вообще, вот какую миссию за нас возложил Создатель? Что мы должны вообще в этом мире сделать, чтобы выполнить ту заслугу, вернее, то одолжение, которое сделали нашей Душе и позволили нам родиться на Земле. Понимаете? Вот наша дата рождения, она четко привязана к дате нашего зачатия. Наши родители, ну, мы все люди здесь взрослые, наши родители общаются между собой в любовном плане очень много раз. Но наше зачатие произошло именно в этот момент и ни в какой другой. Соответственно, дата нашего рождения, она также сразу же определилась. И не надо смотреть по поводу роддомов, когда все рожают на 38-й неделе, на 41-й, на 45-й и так далее. Природу не обманешь. Если положено 40 недель, вот как вы не крутите, вы, ребенок рождается ровно по окончании 40-й недели. Поэтому зачатие четко, вернее, дата рождения четко привязывается к зачатию. Дальше. Мы рождаемся на Земле в качестве людей. Мы приходим сюда, наши души приходят в оболочки людей. Почему мы родились в Москве, или в Ростове, или в Мурманске? Почему мы родились в России, а не в какой другой стране? Мы могли бы родиться в Африке и выполнять свою миссию в качестве этого голодного ребенка, у которого ручки, ножки, как косточки, и отовсюду ребра торчат. Мы могли бы родиться в Сирии, где сейчас идут бомбежки, и мирное население гибнет. Мы могли бы родиться где-нибудь там в Заполярье, быть чукчей. Мы же родились, допустим, славянами. Кто-то родился армянином, кто-то украинцем, кто-то американцем. Душа-то, она выбирает, где ей быть. Поэтому на нас накладывается определенная миссия, что мы должны здесь делать. Восьмая позиция. Это сумма второй и шестой. Вот как раз восьмая позиция. Кто-то задавал мне вопрос о даре. Это и есть наш дар сверху, от высших сил. Они нам просто вот с барского плеча сбросили этот талант. Только очень часто этот дар, он нам или не нравится, или мы его не воспринимаем, или мы вообще его не понимаем. А что с ним делать? Ну, допустим, кому-то дан дар там хорошо считать. Этому человеку неплохо бы стать бухгалтером. Он говорит, а мне не нравится эта профессия, зачем мне это надо? Хотя, допустим, это качество можно было бы применить в другой профессии. Или у кого-то дар заниматься домашними животными. Вообще к животным очень хорошее расположение. Человеку бы неплохо стать ветеринаром. Он говорит, я не могу, меня в детстве собака укусила. Я вообще животных боюсь, не буду я никаким ветеринаром. Хотя не только животный мир, не только в собаках заключается. Или еще какой-то... Даже вот у нас здесь на схеме арканы смерти. 13-й аркан. У человека дар все трансформировать. Пространство, людей. Полностью все изменять вокруг себя. И не всегда люди этим даром пользуются. Поэтому в психологическом портрете здесь и можно проследить всю взаимосвязь, как выполнить миссию и как реализовать свой и потенциал, и свой дар. А ведь люди очень часто могут прожить целую жизнь и не реализовать ни того, ни второго, ни третьего, ни четвертого, ни пятого. 12-я позиция. 12-я позиция – это сумма 7-й и 8-й позиции. Говорит нам о том, в какой области человек чувствует себя комфортно. Ну вот, допустим, здесь у нас 12-й аркан. Это говорит о том, что человек очень хорошо себя и комфортно чувствует, когда его окружают гармоничные люди, когда его ничего не раздражает, когда он может даже слегка записать такой в медитации, когда его ничего не дергает, все спокойно. То есть вот здесь у него полная гармония и полный релакс. 13-я и 14-я позиция – очень интересные позиции, потому что 13-я позиция – это сумма 1-й, 4-й и 6-й, и говорит о том, как мы сами себя воспринимаем. То есть что мы сами о себе думаем. Правильно думаем, неправильно, позитивно, непозитивно. Как вообще мы себя ощущаем. А 14-я позиция говорит о том, что о нас думают другие. Как мы вообще смотримся со стороны. Кем мы кажемся всем окружающим? Коллегам, друзьям, домашним, начальникам. Как они вообще нас воспринимают? Так, какие у меня тут вопросы? Так. 15 февраля 1994 года. Ну, также у нас дьявол, второй аркан – жрица. И здесь у нас получается, если 1994 сложить, у нас получается 23 минус 22. Это аркан «Мак». Так, родилась, дочь родилась 8-й, 02-го, 84-го. То же самое. Восьмой аркан, второй и 22-й. У нас идет «Справедливость», «Жрица» и «Шот». 15-й аркан «Комплексы». Это я уже сказала, что это неправильное распределение энергии. Потенциал вышло у меня 5. Это обучение. Что это значит? Значит, знание. Потенциал, во-первых, жрец – это не только обучение. Это еще и традиции. Это авторитет. Поэтому потенциал, в основном, конечно, он реализуется, когда человек взрослый. И, соответственно, у вас потенциал стать авторитетным человеком. Но, если вы будете идти неправильными путями, то вы станете авторитарной женщиной. Десятый аркан «Миссия». Что это значит? Десятый аркан – это аркан «Колеса фортуны». говорит о том, что вы должны определиться со своими потребностями и пользоваться теми счастливыми шансами, которые подкидывает вам судьба. А шансов этих будет немало. Если вы ими не воспользовались по жизни, соответственно, вы их просто-напросто упустили. И, знаете, судьба, она тоже отслеживает, как вы ведете с теми знаками, которые она вам дает. Вот сегодня вы получаете определенную информацию. Если вы ее реализуете впоследствии, то это будет у вас, вернее, это работает на вас. Если, получая информацию, вы ее откладываете в дальний ящик, и как-то, ну, допустим, пришли вы на консультацию, вы получили море информации. За полтора часа, я не знаю, там, можно всю вашу судьбу по полочкам разложить. Вы это послушали, даже записали на диктофон, чтобы потом, может быть, переслушать. И положили в ящичек. И забыли. То есть восприняли вот эту вот консультацию просто как развлечение. Потому что, ну, иногда приходят, допустим, посмотреть, что у человека было в детстве, какие у него были родители. Кто-то сравнивает даже, а что у меня потом, а что у меня как. А в конце-то концов никто ничего не делает. И информация просто так не дается. Она у вас может и перевернуться. Поэтому, если вы решили свою судьбу все-таки поменять в лучшую сторону, получить тот волшебный пинок, который подчас все мы ждем с вами, этого волшебного пинка. И даже я очень часто его жду, этого волшебного пинка. Потому что мы все люди, нам всем свойственно осторожничать, бояться, действительно, вот со своими комплексами работать. И пока нами правят комплексы, мы ничего позитивного не сделаем. Как только мы перестанем этих комплексов бояться, то есть полностью их разрушим, у нас жизнь совершенно по-другому начинает идти. Совершенно с другими событиями. Так. А я родила с 13-го. Прикольно. Ну, прикольно, конечно, Татьяна. 13-го числа родиться. Это действительно прикольно. Особенно, если еще и в пятницу. То это вообще замечательно. Вообще, 13-й аркан, он всегда говорит о том, что у вас должны быть изменения, вплоть до того, что до 7 лет вы можете очень много изменений и очень много трансформаций пережить в своем детстве. Это вполне может быть и переезд с места на место, с одной квартирой в другую, из одного города в другой. Какие-то изменения в семье, это может быть, допустим, расставание родителей и уход бабушек, дедушек, если они вместе с вами жили. То есть ребенок не просто вот проживает свое детство, а он как бы отсчитывает все эти перемены. И они вполне у вас, вполне могли у вас быть. А если несколько даров? Но здесь мы, понимаете, вот вплоть до того, что вот мы сейчас с вами говорили о 13-м аркане. Да, трансформации. Понимаете, несколько даров трансформации. Что это может быть? Вы можете заниматься актерской профессией, о чем мы будем чуть-чуть попозже говорить. Соответственно, вы трансформируете и себя с каждой ролью, и людей, которые пришли на ваш спектакль. Вы представляете, сколько людей может сидеть в театре, в зале? Допустим, пришло там 500 человек. И каждый из этих 500 уйдет с этого спектакля действительно в какую-то трансформацию. Или вы можете трансформировать жилище, заниматься дизайном помещений. Вы каждое помещение будете трансформировать. И людей, которые потом будут работать или жить в этом помещении, вы их тоже трансформируете. Потому что обстановка в доме или в офисе, она тоже очень влияет на человека. Или, допустим, вы можете заняться ландшафтным дизайном. Вы трансформируете и тот кусок земли, над которым вы работаете. Вы трансформируете растения, которые вы высаживаете, пересаживаете обстановку. И вы также трансформируете людей, которые потом в этом доме, на этом участке будут ходить, встречаться, приезжать. Это все трансформация. Даже если вы металлург по профессии, каждая ваша плавка будет тоже трансформацией. Поэтому арканы в системе Таро, они очень объемные. И о том, какая позиция в данном портрете, самое главное, я вам скажу сейчас чуть-чуть попозже. Так, аркан повешенный в позиции дара. Какой это может быть дар? Всю жизнь находиться в подвешенном состоянии. Нет. У повешенного быть в даре, во-первых, это психологический аркан. Один из двух старших арканов колоды Таро. Психологический. И это говорит о том, что вы обладаете даром эмпатии. Вы можете чувствовать людей, слышать людей, видеть их эмоции, разбираться в этих эмоциях. Поэтому я бы сказала, что обладая 12 арканом на 8 позиции, это очень хорошие психологические способности. Но это не подвешенное состояние. Вы немножечко по-другому читаете карты. Вы читаете не саму картинку, а то, что эта картинка дает вам. Так, 18 аркан, смотря на какой позиции. И 14 аркан, смотря на какой позиции. Вообще, 18 аркан Луна, это тоже, кстати, второй психологический аркан, только еще более круче психологии. И в зависимости от того, на какой позиции он находится, он будет говорить или о фантазиях, или об истериках. 14 аркан – это аркан равновесия. То же самое, в зависимости от того, на какой позиции это находится. Но это равновесие, как человек чувствует себя в окружении. То есть, насколько он гармонично в окружении в этом чувствует. И, конечно, это аркан дипломатов. Потому что люди, рожденные 14 числа, они очень спокойные, они очень уверенные в себе. И они, конечно, как вам сказать, они очень ровно ко всем относятся. То есть, задать им вопрос, кого ты любишь больше, маму или папу, этот ребенок вам никогда не ответит на этот вопрос. Потому что он ровно любит и маму, и папу, и бабушку, и кошку, и подружку, и соседку. Он ко всем относится ровно. Конечно, он выделяет своих ровных родственников, но это не говорит о том, что кому-то он будет относиться с большей заботой или с большей любовью. Очень ровный и спокойный человек. Дипломат. Дипломат прям с большой буквы. Так, и следующее. Так как мы схему с вами разобрали, такой отвлеченной даты, мы с вами пойдем дальше. И я вам сейчас расскажу об одном человеке. Вы все его знаете. Абдулов Александр Гаврилович, рожденный 29 мая 1953 года. Это свой дар с повешенным. Действительно, чувство людей мешает мне жить и работать. Вы просто не умеете пользоваться этим даром, Елена. Приходите ко мне на консультацию. Я вас научу, как вам пользоваться вашим даром. И вы совершенно будете по-другому смотреть на мир. А сейчас вы, грубо говоря, от своих способностей испытываете просто негативные эмоции, которые просто мешают вам жить. Так. И маленький пример вам психологического основного портрета. Я взяла известную личность, ушедшую личность, потому что, во-первых, мы по Википедии можем посмотреть, какие у него, во-первых, были события по жизни. Это раз. Во-вторых, так как человек ушел, нам не нужно спрашивать у него разрешения на то, что мы смотрим его психологический портрет, потому что этигу даже психологии и эзотерики никто не отменял. Нам не нужно спрашивать у его родственников разрешения, потому что человека нет. А так как этот человек всем известный, но слуху, мы до сих пор смотрим фильмы с его участием, некоторые аспекты его жизни нам показывают в документальных фильмах. И вот по основному портрету я вам расскажу всю его жизнь. Так, Слава. Поздравляю вас, Слава. И вас, Вера, я поздравляю. У меня тоже в даре 12-е аркан. Это способности к психологии. Я психолог. Только к психологии я пришла, конечно, не сразу. Сначала я была теснарем, потому что родилась я 16-го числа. 16-й аркан – это башня. Это способности к конструированию. Это способности как всем техническим наукам. И, конечно, для меня что-то приколотить, прикрутить, конструировать, что-то сделать было очень важно. И я обладаю всеми видами рукоделия. Вот все, что можно сделать руками, я все умею делать. Но вот только единственное, что на коклюшках не умею клести прожива, потому что этому нужно очень долго учиться. И желательно с очень маленького возраста, потому что долгая система обучения. Но если у вас есть дар, и, допустим, у меня на 8-й позиции аркан повешенный, вот если есть дар в психологии, вы рано или поздно к нему придете. Во всяком случае, ваша душа вас поведет к этому дару. Вы будете чувствовать потребность в этом занятии. Вы будете чувствовать потребность вот в этой области. А вот чем вы займетесь с этим, с осознанием этого дара, это уже будет зависеть от вас. Так, 10-й аркан на 8-й позиции, Вера. 10-й аркан, повторюсь, это колесо фортуны. Вы знаете, давайте мы отвлечемся пока от Александра Гавриловича и придем вот сюда. Я вам сейчас просто быстренько расскажу, какие конкретно значения могут быть у арканов по психологическому портрету. Вот смотрите, нулевой аркан или 22-й. Нулевой аркан или 22-й. Это шут. Шут говорит нам о начале, начале чего-то нового. Об эпатажном поведении, когда вы делаете какие-то неосознанные поступки. И также еще говорит о маленьком ребенке, о младенцем. Поэтому, если у кого-то в основном портрете есть 22-й аркан, очень часто хорологи говорят, что у человека должен быть ребенок. Мак. Это у нас аркан коммуникации. Коммуникации слова, литературного, может быть, даже дара. И, конечно, манипуляции. Идей и манипуляции. Аркан жрица. Это второй аркан в колоде. Говорит о тайных знаниях, просто о знаниях. О женщине в возрасте. Не старухе, а о женщине в возрасте. То есть, по сравнению императрица и жрица, считается женщиной более старшей, а императрица более молодой. И, конечно же, жрица говорит об опетье. Вы знаете, есть такое сравнение еврейская мама. Я не в плане того, что не в оскорбительном, Тоня, а в том, что она... Ей всегда все нужно знать. Куда пошел ребенок, с кем пошел ребенок, во сколько придет. То есть, она везде. Вот, жрица мама, она везде. И она ребенка своей заботой вот просто обволакивает. Сколько бы ему лет не было. Десять, там, ребенок десять лет, двадцать, три. Нет. Мама всегда рядом. Помните фильм, сериал «Ликвидация»? Вот там Светлана Крючкова с Темчивым играет вот как раз вот еврейскую эту семью, маму с сыном. «Сыночка, зачем тебе девушка, когда у тебя есть мама? Куда пошел этот ребенок, когда мама дома?» Вот, жрица, она как раз олицетворяет вот эту опеку. «Императрица» Да, спасибо. «Императрица» Это молодая мама. Мама, которая имеет ребенка и в то же время она так слезка к нему отвлеченно относится, потому что эта императрица еще и занята собой. «Императрица» это материальный аркан, говорит о том, что у человека способности во-первых, к материальным проектам. То есть это будет человек, который несет красоту в мир, умеет это делать, следит за собой, потому что «Императрица» мужчина, это женщина, это всегда люди, которые всегда причесаны, одеты, у них все подобрано в тон, все со вкусом, у них и дома все со вкусом. То есть люди, которые умеют внести красоту в мир, в каком бы возрасте они ни были. «Император» четвертый аркан. «Император» говорит нам о том, что это человек дисциплинированный, умеет принимать решения, он не только карает, как императора, он еще бывает и благодушным, соответственно, он может и защищать. Очень часто можно видеть таких начальников отдела, начальников цеха, когда, допустим, перед высшим руководством вас человек защищает, прямо вот с пеной у рта, «Да мой работник такой сякой, да ему премию надо, а вы здесь на него что-то говорите». И в то же время за закрытыми дверями этот император может вас так размазать по столу, что мало никому не покажется. Но он просто вот как император, «Моя вотчина», «Моя вотчина», «Что хочу, то и ворочу», но со стороны справедливости. И человек этот очень ответственный. Жрец. Жрец олицетворения, во-первых, образования, семейных традиций и, конечно, авторитета. Я вам сейчас говорю только положительные значения. Я вам сегодня ничего отрицательного говорить не буду. поэтому все арканы я вам интерпретирую со стороны положительного значения. Влюбленные. Влюбленные олицетворяют с собой любовь, выбор и предпринимательство. Во всяком случае у человека могут быть такие способности. Следующее. Седьмой аркан это колесница. Колесница олицетворяет с собой, во-первых, движение, стремление, целеустремленность, карьерный рост. Восьмой аркан справедливость. Вот справедливость и сила. Восьмой, одиннадцатый аркан. В данной методике справедливость это восьмой аркан, а сила одиннадцатый. В некоторых колодах бывает наоборот. справедливость одиннадцатый аркан, а сила восьмой. И здесь я вам читаю так, как они стоят. Значит, смотрите. Справедливость это, во-первых, социальная среда, во-первых, оформление все законным путем и социализированность человека в обществе. И, конечно, что у человека развита чувство справедливости. Он будет соблюдать его везде. Отшельник девятый аркан говорит о том, что, во-первых, ребенок может быть одиночкой. Ему в одиночестве лучше, чем в обществе. Человек, который в жизни все время использует накопленный опыт, ни один урок его по жизни просто так не проходит. Он этот опыт собирает по крупицам. Человек может быть замкнутым сам в себе, но в то же время с очень крепким духом. То есть, если он принял какое-то решение, он отступать не собирается. Колесо фортуны. Колесо фортуны говорит нам о том, что у человека по жизни могут быть счастливые шансы. Говорит о том, что человеку нужно определяться со своими потребностями обязательно и жить этими потребностями. И, конечно, такой человек очень часто ждет того волшебного пинка, который ему периодически нужно давать. Понимаете, колесо, оно как вот брошенное колесо телеги, оно же просто лежит и катится. А для того, чтобы оно покатилось, его нужно поставить на ребро и толкнуть. И толкнуть. Извините, пожалуйста, я надеюсь, потом руководители вырежут этот кусок. Мне просто нужно выгнать кошку из комнаты. Я сейчас вернусь. Я прошу прощения, я ее случайно забыла здесь. Так, вернемся дальше к нашим материалам. Сила 11-й аркан олицетворяет собой, во-первых, здорового человека и физически, потому что у него неплохой иммунитет, человека очень самостоятельного, очень крепкого и впоследствии очень часто такие дети даже содержат своих родителей, то есть в них это уже заложено. Повешенный, повешенный, конечно, это психологические способности, но и в то же время человеку нужно прорабатывать вопросы жертвы и жертвенности. Это тоже в зависимости от того, на какой позиции данный аркан будет у него стоять. Аркан смерть 13-й говорит о том, что в жизни человека будут происходить изменения, человек может трансформировать все вокруг, вот то, что я вам до этого рассказывала, и соответственно смотря в какую область у него будет направлена его профессиональная реализация. Следующее. Так, 14-й аркан это аркан равновесия, как я тоже уже выше говорила, аркан дипломатов и человека очень уравновешенного, спокойного. Аркан дьявол это, конечно, энергия и еще один материальный аркан. То есть, если мы видим его или в раскладе, или в портрете, смотря на какую позицию он стоит, это будет олицетворять человек, имеет деньги, хочет этих денег, и у него есть способности их зарабатывать. У человека могут быть целительские способности. Аркан башня. Аркан башни, как я уже тоже говорила, интерпретируется как способности к инженерным наукам. Это технар, это сразу технар. Даже сейчас, занимаясь картами, вот, допустим, я рождена 16-го числа, даже сейчас, занимаясь не только картами Таро, но и магическими практиками, я все равно все действия раскладываю на составляющую. То есть, просто так чудо, я не верю. Если я приняла, что есть, допустим, какая-то энергия, я эту энергию раскладываю по полочкам. То есть, как это работает между собой, как это взаимодействует, что из этого может выйти и так далее. То есть, для меня очень важно иерархия. И как раз башня, она и говорит о иерархии. Аркан звезда. Аркан звезда – это, во-первых, аркан друзей, дружеских вопросов, дружеских вопросов, в то же время целей, какую цель перед собой человек ставит, как он относится к своему окружению, и как он умеет соблюдать дистанцию. аркан луна. Аркан луна у нас, во-первых, если в детстве выпадает, это дети бывают фантазеры, и в то же время аркан луна говорит о том, что люди обладают также психологическими способностями, могут также и чувствовать эмоции, и замечать, и помогать людям в психологических вопросах, и в то же время это очень домашние люди, дом для них это очень много значит. Аркан солнца, это, конечно, аркан лидерства, 19-й аркан, лидерство, всегда движение вперед, чтобы человек всегда был на коне, и чтобы всегда быть первым, для солнца это очень много значит. И смотря на какой позиции выпадает аркан солнца, это говорит о том, каких высот может достигнуть этот человек. Аркан суд, семейные вопросы, семейные вопросы, традиции и долг перед своим родом, перед своей семьей. И аркан мир, очень гармоничный аркан, говорит о том, что у человека могут быть способности к иностранным языкам. Если он правильно проживает свою жизнь, он может и уехать за границу, и жить за границей, иметь партнеров заграничных, в то же время это способности ко всем новейшим технологиям. То есть если ребенок рожден 21 числа, это все. Это всякие куколки, стрелялки, гаджеты, девайсы, это новые технологии компьютерные, то есть от компьютера ребенка не оттащишь. Ну и в возрастном возрасте это все тоже только развивается. Ну вот как бы так бегло я вам рассказала о всех 22 арканах, все как бы послушали о своем, самое главное не пугаться их, не расстраиваться, ой мне какой-то повешенный достался, ой у меня равновесие фигня какая-то или там звезда полюбите свои арканы, полюбите свои энергии. Каждый человек уникален, что в какое число вы не родились, в какое бы месяце вы не родились, у вас все равно таланты, дары, способности и вы все это можете претворить в жизни, если вы этого захотите. Приходите ко мне на консультацию и я вам помогу в этом разобраться. И вернемся с вами к Абдулову Александру Гавриловичу нашему любимому и несравненному. Так, у меня тут вопросы? Так, это точно делается чтобы наладить денежный поток в жизни. Денежный поток в жизни через психологический портрет. Во-первых, есть финансовые программы, финансовые и денежные программы, когда мы по дате вашего рождения составляем психологический портрет и составляем программы, допустим, по аркану колесо фортуны. Мы смотрим финансовые ваши вопросы, а по программе профессиональной реализации, это по императору, мы смотрим, где конкретно вы можете заработать свои деньги. Понимаете, денежный поток, это, конечно, очень хорошо звучит, но мы прекрасно с вами понимаем, что с неба на нас дождь из денег не польется. Вы все равно должны будете эти деньги где-то взять, заработать, получить какие-то услуги. Или, допустим, я не говорю о том, что вы можете получить наследство. Вы все равно должны будете сделать какие-то действия. Просто так на вас деньги не посыпятся. Лучше так, желатинки это хорошо. Кота такие веселые, все нормально, очень замечательно. А, ну да, кошка у меня периодически начинает ходить неокать. Так, Елена Е, повешенная луна, это вы о чем? Чувствует хорошую энергетику, спасибо. Да, кошки у нас замечательные. Так, и вернемся снова к Авдулову Александру Гавриловичу 29 мая 1953 года. Вот смотрите, я вам здесь сделала слайд со схемой, то есть как считается, какой аркан между собой взаимодействует и следующее, вот тот же портрет мы можем сделать в картах, то есть в арканах уже представить, что конкретно на каждой позиции стоит. Поставьте мне, вернее, напишите мне, как лучше сделать, схеме оставить или в картах? Схеме или в картах? Напишите, пожалуйста, схема лучше. Ну да, так. Больше никаких пожеланий не будет? А, так, так, схема-то. Ну давайте кто-нибудь еще третий в картах. Слава, извините, в картах. Ну вот, смотрите. Тогда оставляем в картах. Нет, просто психологические способности по повешенному луне. По луне они более, как вам сказать, они более глубинные, а по повешенному здесь может быть как бы такой поверхностный подход. Не то, чтобы поверхностно этим занимаетесь. Вот, как, допустим, есть мысли вот здесь, то есть они вот, вот как бы сиюмутные, суетные, а есть мысли вот здесь, когда вы обдумываете что-то серьезное. То же самое, я не знаю, можно ли так сравнить. Луна и повешенный. Луна это такие глубинные проблемы, когда из человека нужно прям вот изнутри их вытаскивать и разбираться с этими проблемами, потому что в жизни у людей бывают такие события, что и во сне даже не придумываешь там страшном сне, а у людей это наяву происходит. И чтобы как раз вот вытащить эти аспекты, эти комплексы, эти вот эти вот убеждения, вот эти травмы психологические, вот этим как раз занимается луна. Если человеку просто нужно разобрать ситуацию, выслушать его, подумать там, поплакать с ним рядом, если не можешь чем-то помочь, что-то посоветовать, это уже конечно ближе к повешенному. Да, карту. И смотрите, первая позиция детства. мальчик был очень не то, что беспокойным, он был быстрым, он всегда находился в движении, для него всегда какая-то целеустремленность была важная, если он ставил перед собой цели, он не двигался. Самое главное в его детстве, это ставить перед собой реальные цели и обязательно их добиваться, а не разбрасываться как-то по нескольким маленьким целям. и для него, для Александра очень важна была смена обстоятельств, смена декораций. Он не мог просто сидеть, допустим, тупо смотреть на учебную доску, или, допустим, заниматься все время одним и тем же вопросом, для него это движение очень много значило. Потом, понимаете, с какими навыками мы приходим в этот мир, вот все способности по колеснице, вот этой целеустремленности, его движения, вот этой скорости, предрасположенности к управлению транспортным средством, к дорогам, к перемещению, человек очень легкий на подъем, вот эти все навыки сопровождают человека на протяжении всей его оставшейся жизни. Даже будучи человеком уже преклонных лет, в нем вот это движение смены декорации, она все равно будет присутствовать. Дальше, для Александра очень важную роль в его жизни играл отец. Мы видим перед собой авторитетного жреца, и отец для него был очень большим авторитетом. Соответственно, в принципе, то он и пошел по стопам отца, потому что отец у Авдолова был тоже актером, а впоследствии он возглавлял театр в Фергане, это, по-моему, узбекская республика. Авдулов родился в Тобольске, потом они переехали в Фергану, а Авдулов с бабушкой так и оставался в Тобольске, и спустя определенное время он потом переехал к отцу непосредственно в Фергану. Это узбекская республика. Единственный из семьи, кто продолжил дело отца и стал актером. Соответственно, по зрелым годам он хотел стать авторитетным актером, соответственно, так, чтобы иметь определенное звание, занимать, ну, если не должность, но, во всяком случае, всегда быть на виду, на слуху, потому что батюшка среди своей паствы, он один, вот если интерпретацию проводить. То же самое и с Александром. Вот этот вот авторитет, он как раз и завоевывал на основании своей цели устремленности, это мы уже по колеснице смотрим, но, видя перед собой авторитет отца, сам по себе Александр рефлексировал, то есть на четвертой позиции в комплексах мы видим повешенного, что говорит о том, что человек был неуверен в своих способностях, он стремился к их реализации, но все равно какой-то червячок внутри его все время подтачивал, то есть я не очень хорош, или я это не смогу, или, допустим, я с этой ролью не справлюсь, или, допустим, ой, меня не утвердят, потому что прежде чем он получил даже свои первые незначительные роли, он очень много снимался в эпизодах, даже в свое время был документальный фильм о нем, кстати, вот после смерти вышедшей, там как раз и приводится очень много эпизодических ролей в фильмах, когда он там студентом или молодым актером снимался, где-то он в массовке там борз на свадьбе, или чуть ли не жених на свадьбе, где-то просто водитель, который кого-либо подвозит, то есть он в то время пихался в любую работу, чтобы только его заметили. И первые две его работы это «Обыкновенное чудо» и «С любимыми не расставайтесь», они, конечно, сыграли, вернее, были очень резонансными, и они сразу же принесли ему известность, сразу же. и дальше уже у него как бы пошла актерская карьера и в театре, и в кино. На пятой позиции мы видим мага, это, во-первых, аркан, который олицетворяет с тобой коммуникации, и сразу можем сказать, что Александр хотел быть со всеми в хороших отношениях, то есть со всеми у него, чтобы были налаженные коммуникации, ко всем он мог войти, со всеми поговорить, у него очень много друзей, очень много друзей, и очень часто его семейная жизнь не складывалась, потому что друзья у него всегда стояли на первом месте. Есть такая тенденция, что первый его брак, первый его брак с Ириной Алферовой, он распался именно из-за того, что в доме всегда находилось очень много друзей. И даже если посмотреть документальные фильмы, это видно невооруженным глазом. Даже после его смерти, когда Ирина Алферова давала интервью, она так и сказала, что когда мы расставались, ей были произнесены такие фразы, что «Саша, ты не можешь принадлежать только одной женщине, ты должен принадлежать многим людям, поэтому я ухожу, а ты остаешься с этими людьми». То есть она просто-напросто ушла в тель, чтобы ни с кем не бороться за его внимание. И в то же время, так как у нас на пятой позиции стоит маг, говорит о том, что это просто подростковое поведение. Как бы человек не взрослел, как бы он не стремился к какому-либо авторитету по примеру своего отца, у него почти до самой смерти осталось подростковое поведение. То есть опять друзья, дом полон друзей, все туда приходят, все вхожи, и соответственно как-то уединиться только маленькому мирку одной семьи просто невозможно. По третьей позиции мы видим Луну. Луна это может быть и страхи, и тоже комплексы определенные, и в то же время это говорит о том, что человек как бы в последний период своей жизни он может обрести свой дом, свою семью, и быть счастлив в этом замкнутом пространстве. Насколько мы помним, последние годы его жизни, это буквально последние полтора-два года, его последняя жена Юлия, и наконец-то у него появился свой единственный ребенок, родилась дочка Женя. И как раз о чем человек мечтал, возможно, на протяжении всей своей жизни, о своем ребенке, потому что Евгения это первый и единственный именно его кровный ребенок. он наконец-то это получил. Дом, семью, ребенка. Потенциал у Александра находится аркан смерти, тринадцатый аркан, аркан трансформации. Мы в предыдущие моменты говорили об этом. Каждый его роль, каждое его выступление это трансформация из себя и всего зрительского зала. Каждое кино, которое идет на наших телеэкранах, и мы видим его в определенной роли, трансформирует миллиарды людей по всей стране, а может быть и по многим другим странам, которые смотрят его в этой роли. вот это потенциал человека. Не говоря уже о его как бы очень близком окружении. Здесь полная трансформация всех и вся. Миссия. На седьмой позиции, где мы читаем миссию, мы видим аркан справедливости. Это говорит о том, что человек должен уделить внимание вопросом справедливости очень большое внимание. Ни в коем случае человеку нельзя играть законом. Он эту законность должен соблюдать. У него все документы должны быть оформлены. Ко всем он должен относиться по справедливости. Все, кто его окружает. Никого он не имеет права подвести. Сподличить ни в коем случае ему это нельзя. В противном случае все эти грехи ему придется прорабатывать в следующем воплощении. На восьмой позиции дара мы опять видим аркан луна. Аркан луна в даре говорит нам о том, что человек во-первых действительно имеет психологические способности и стать таким актером без этих способностей по сути дело невозможно, потому что в каждую роль можно вжиться, в каждый характер, в каждую личность. Может быть жить в эту личность так, чтобы чувствовать, как этот персонаж, говорить, как этот персонаж. Поэтому вот недаром говорят, что актеры проживают несколько жизней через свои роли, женясь, имея детей в ролях, умирая, их могут там убивать, они могут воскресать. Помните один из последних фильмов Адулова «Некст», когда он играет предводителя банды или вора в законе, когда он отказывается от своего статуса вора в законе и признает своего сына со словами статус от людей, а ребенок от Бога. И дальше начинается жизнь обыкновенного предпринимателя, бизнесмена. Его там убивают, до конца его не убили, он там воскрес, но неважно. То есть человек, проигрывая роли, он проживает очень много жизни, а Луна у нас во-первых двоякая, одну сторону мы ее видим, а другую нет. Так и в жизни актера за этими ролями мы можем не замечать какой это человек по жизни. То есть здесь такая двойственность и дар как раз когда Александр решил стать актером, я считаю, что часть дара в этом тоже проявилась. Двенадцатая позиция. Когда человек чувствует себя гармонично. У нас стоит аркан-император. Александр чувствовал себя гармонично тогда, когда он был хозяином ситуации, когда он контролировал ее, когда принимал решение и когда эти решения зависели именно от него. Вот тогда он чувствовал внутреннюю гармонию. Тогда у него на душе все было спокойно. Тринадцатая позиция. Как он сам себя воспринимал? Он воспринимал себя счастливчиком. И как ни странно другие люди, потому что на четырнадцатой позиции тоже десятый аркан, его также воспринимали счастливчиком. Человек, который живет по своим потребностям и катится в ту сторону, в какую он хочет катиться. В принципе, вот судьба его прожитая и запрограммированная, она неплохо проигралась. Неплохо проигралась. Ушел он слишком рано. В дальнейшей его жизни, после рождения ребенка и первого обснятого фильма, ну, видно, сверху никакого потенциала не увидели. Или, возможно, создатель не позволил ему снять не очень талантливые фильмы, потому что очень многие наши актеры впоследствии становятся режиссерами, постановщиками, создают фильмы, пишут сценарии и так далее. Александр Абдулов успел снять только один фильм по бременским музыкантам. По телевизору я его не видела, в интернете, если только его искать. Во всем случае, какого-то резонанса по этому фильму нету. Возвольствов как талантливо снято, как хорошо сделано, даже при том, что он уговорил сниматься, по-моему, господина Киржакова, это бывшего начальника охраны президента в этом фильме, но нету как бы таких положительных, особенно захлебывающихся результатов или восклицаний по поводу этого фильма. Возможно, Александру Гавриловичу не дали и дальше снимать, потому что дальше он собирался снимать фильм о Распутине и были сняты первые кадры, особенно когда окончание фильма, когда Распутина убивают и просто-напросто топят. Вот только эти кадры он успел отснять, после этого началось прогрессирование его болезни и впоследствии он умер. Куда он только не ездил. И к китайцам, и к японцам, и к тибетцам все равно если у человека на роду уход, все равно он уйдет. Как бы вы не лечились. Если у вас еще впереди видят задачи, которые вы обязаны выполнить, потихоньку, полегоньку, или вы придете к выздоровлению, или у вас затянется ремиссия. Ну, это как бы так отвлеченно. Вот я просто вот на скидку прочитала вам портрет Абдулова Александра Гавриловича, что у него было по жизни, и что говорили ему архетипы Карта Ро. В принципе, что говорят карты, то же самое у него и было по жизни. Конечно, он мог бы сняться еще больше в фильмах, еще больше ролей отыграть в спектаклях, потому что актер не совсем реализованный, он мог бы за свою жизнь сделать еще больше, но видно у каждого своя судьба и что у него запрограммировано по жизни. Все вот это вот можно прочитать по психологическому портрету. Профессиональная реализация, еще раз напомню, вам расскажет, где вы можете заработать свои материальные составляющие. Финансовая программа говорит о том, как вы можете их заработать. Есть программа по любовным отношениям, по парным отношениям, по внутренним силам, то есть вы можете задаться любым вопросом и на любой вопрос вам психологический ответ, портрет даст ответ. Вопросы ко мне есть какие-нибудь? Родные мои, дорогие. Так, все понятно, все понятно, замечательно. В среду 27 числа 8 часов вечера также с 8 часов у нас начнется вебинар по кармическому портрету. Я более подробно расскажу, что такое кармический портрет, какую роль и какое влияние кармические портреты, прошлое, вернее, наше воплощение оказывает на нашу сегодняшнюю жизнь, что нам нужно исправить в нашей карме, какие законы кармы действуют, какой девиз, какие законы и какой порядок мы должны с вами соблюдать при прохождении кармических уроков, как все это исправлять, и кем мы могли быть в предыдущем воплощении, какие нарушения у нас могли быть, потому что я вам приведу маленький пример, у меня есть родственница, она живет в деревне, женщина уже на пенсии, недавно у нее умер отец, который 8 лет лежал в парализации, она за ним ухаживала, сейчас она ухаживает за старенькой матерью, которая почти под 90, в основном вся забота ложится на нее, хотя в семье еще два брата, которые также могли бы ей помогать в уходе за родителями, но они почти этого не делают, и вот как-то она в раздоволь со мной задала вопрос, и за что мне это? То с отцом 8 лет я мучилась, теперь за матерью ухаживаю, когда мои мучения закончатся? А очень просто, в кармических нарушениях у нее стоит 20-й аркан семейный, который говорит, что человек в предыдущем воплощении нарушал интересы семьи, пренебрегал ими, возможно сбегал из дома, подводил своих родителей и вообще семейные ценности вообще ставил на последнее место. И в отработке у нее стоит аркан императрица, то есть грубо говоря, она в этом воплощении как женщина, во-первых, она пришла сюда женщиной, она как раз и должна отработать роль женщины в семье, как заботливой женщиной, которая обращает внимание не только на себя, но и на тех, кто живет рядом с ней. поэтому любые наши огрехи в этой жизни аукнутся нам следующие. Приходите в среду 27 июля в 8 часов у нас будет вебинар по кармическим вопросам. Ирина нам скинула ссылки по продуктам Елены Малышиной. Вы, пройдя по ссылке, увидите те консультации, которые я вам предлагаю и по консультациям расписано, какие вопросы вы можете в них проработать. Консультация длится порядка от часа до полутора. Я занимаюсь только вашей датой рождения по тому запросу, который вы озвучили. Вы заказываете консультацию, оплачиваете ее, и с вами связываются организаторы, и потом мы с вами встречаемся в скайпе и проводим консультацию. Консультация записывается, после чего запись вам высылается. И впоследствии даже если консультации у нас будут если вдруг без записи, обязательно имейте с собой диктофон. Потому что одну фразу вы услышали, пока вы ее обдумываете, примеряете к своей жизни, следующую фразу вы прослушали. И половина консультации у вас просто вылетела из головы. Поэтому записи мы всегда оформляем. Там предлагается еще курс из 10 занятий по психологическому портрету, где я вас учу, как разбираться со своим психологическим портретом. Потому что 10 занятий это ни о чем. Но 10 августа будет организационный сбор, кто пойдет на этот курс такой своеобразный мастер-класс, после которого вы научитесь разбираться в природе своих поступков, почему я сделал так, а не так, почему подумал об этом, а вот это у меня вообще вылетело из головы, что делать дальше, и как эту ситуацию можно исправить. То есть уже впоследствии я вам не буду нужна, вы будете уже сами по своему портрету определять все свои дальнейшие поступки. Конечно, это не сделает вас прям вот ах профессионалом в психологическом портрете, но начальное знание вы по нему получите. Потому что профессионально учиться психологическому портрету это очень много времени и средств. И если вы не собираетесь в дальнейшем заниматься этим профессионально, то не стоит на это так тратиться. Проще заказать консультацию и решить все свои проблемы и вопросы. Приходите, я вам буду очень рада. Если ко мне вопросов больше нету, или задавайте их, тогда мы с вами будем заканчивать нашу встречу. Так, как я понимаю, вопросов больше нету. Спасибо большое. Еще раз я вас благодарю за то, что вы уделили воскресный вечер свое время на мой вебинар. жду вас с нетерпением и с благодарностью в среду. Дам вам еще очень много интересной информации и еще следующие ключи к тому, чтобы вы могли поправить свою жизнь, сделать ее более гармоничной и более благоденствующей. Спасибо вам большое. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры